В отделе религиозного образования и катехизации Катеринодарской епархии прошел большой кубанский педагогический семинар, в котором принял участие митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий, руководитель ипархиального отдела религиозного образования, представители Министерства образования Краснодарского края, муниципальные координаторы и учителя предметов духовно-нравственной направленности. Меня, честно скажу, здесь, на Кубани, радует то, что педагоги, преподаватели основ православной культуры в большинстве своем являются активными прихожанами наших православных храмов. И не только словами учебника, но и еще своим жизненным опытом могут дать детям своеобразный пример, своеобразную прививку, прививку от зла. То самое, что позволит им отличить добро от зла. Ведь это очень важно, чтобы молодой человек умел делать такие различия. Мы с вами говорим о преподавании предмета от слов православной культуры. Духовно-нравственное воспитание детей, да, это нужно, необходимо, особенно у нас на Кубанской нашей семье. В ходе работы тематической площадки были обозначены первостепенные задачи, современные образовательные системы, рассмотрены актуальные вопросы и перспективы преподавания. Особенно учителя основ православной культуры заключается в том, чтобы для детей это был самый любимый предмет. Это, как сказать, цель, что ли, да? И когда он пройдет один год, а сейчас по новым стандартам пятые классы переходят, это будет два года уже, это обязательно, то потом, когда он уже в седьмом классе не будет изучать, в восьмом он все равно будет помнить, у него это тепло останется, и потом в дальнейшем в жизни, когда бы это ни случилось, он будет вспоминать именно эти уроки, когда он придет к Богу, придет в храм. Духовно-нравственное воспитание сегодня очень актуально. Очень многие взрослые, а тем более дети, с трудом могут разобраться, что такое добро и зло. А духовность и нравственность как раз-таки помогают этому. Специалисты Института развития и образования рассказали о методическом сопровождении педагогов, а также о профессиональных конкурсах и программах повышения квалификации. Участники мероприятия поделились с коллегами полезным опытом применения интерактивных выставочных проектов отдела религиозного образования, которые предоставляются образовательным учреждениям края с целью проведения экскурсий для школьников. Специалисты также провели мастер-класс в выставочном зале Храма Рождества Христова. Прожила сама всю эту выставку, и я искала то, что для меня было интересно. Вот какие-то факты, какие-то это... Здесь, я так и сказала, каждая черточка, каждая фотография, каждый вид, каждое лицо о чем-то говорить, и можно говорить. В ходе совещания педагоги поделились опытом духовно-нравственного воспитания у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Мы присутствовали на тематической площадке, которая была посвящена духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. Мы представляем дошкольное образование, и мы очень счастливы были присутствовать на этом прекрасном мероприятии, потому что мы все сознаем большую ответственность перед обществом о воспитании наших детей. Желаю всем творческих успехов! С нами Бог! Педагоги, участники проекта отдела религиозного образования «Поиск творческих идей» рассказали своим коллегам о военно-педагогической спецоперации «Никто, кроме нас», о новых подходах к патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Хочется передать вам, дорогие коллеги, поэтому вдохновляйтесь, используйте в работе, воспитывайте в детях любовь к Родине, к земному Отечеству, чтобы нас приняло Отечество Небесное. Кто, кроме нас, девиз нашего пояса, помните? Это ВДВ такой, это спецназ идет учительский, вы все учителя основы православной культуры, которые для себя поставили эту смертную задачу, в повторю еще раз, сделать самым лучшим, самым добрым, самым любимым предметом основного славянного культуры, чтобы он был захватывающе интересным. И это не спецназ, простите, это самая сложная задача, самым таким отборным войскам доставляется такая честь выйти впереди всех со стягом, со спасом. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова